Теперь расскажем о том, что происходит за пределами нашей страны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг останется на своем посту еще на год. Постпреды стран-членов организации проголосовали за это на встрече в Брюсселе. Североатлантический альянс он возглавляет с 2014 года. Между тем, во Франции продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный бизнесу во время беспорядков. Предварительная уже сумма превысила миллиард евро. О других новостях международных далее. Трое человек погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в американском штате Техас. Трагедия произошла в городке Форт-Уэрт во время фестиваля в честь Дня независимости штатов. Неизвестно открыл огонь в толпе людей. Полиции заявили, что у них пока нет информации об обстоятельствах, причинах стрельбы и подозреваемых. Отмечу, это уже 346-й случай массовой стрельбы в Соединенных Штатах за полгода. По меньшей мере, 15 человек погибли в результате наводнения из-за проливных дождей. В китайском Чунцине еще четверо пропали без вести. Всего от удара стихии пострадали почти 130 тысяч жителей в 19 провинциях. Наводнения уничтожили посевы сельхозкультур на площади свыше 7,5 тысяч гектаров. Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в Чунцине повысили до третьего. 3 июля стал самым жарким днем в истории. Средняя температура на планете побила рекорд, установленный 7 лет назад. Ученые полагают, причиной этого изменения климата и начало природного явления Эль-Ниньо. По подсчетам метеорологов, июнь выдался необычно знойным в Европе, Америке и Азии. Рекордная жара накрыла северо-восток Китая. Испания продолжает страдать из-за засухи. А в Саудовской Аравии при температуре 48 градусов по Цельсию мусульмане совершали хадж.